В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа в студии Екатерина Коваленко. Здравствуйте! Вот главные темы выпуска. Новый облик подъезда дома номер 25 по строительной улице. Это тот ориентир, к которому надо теперь стремиться при проведении остальных ремонтов. В историко-культурном центре открылась выставка художницы Светланы Тиньгаевой. Мне кажется, невозможно это повторить. Это может только мастер. Даешь дорогу молодым. Почти 100 мальчишек и девчонок стали участниками соревнований по беговелу в Бибном. Я хочу еще не побегать. Новый облик подъезда дома номер 25 по строительной улице. Теперь помещение не узнать. О качестве ремонта могут позавидовать многие новостройки бизнес-класса. В этом убедился глава Ленинского округа Алексей Спаский во время традиционного еженедельного обхода территории. 35 лет до ВОО. И вот первый раз вот такой глобальный хороший ремонт. То есть учли даже, самое главное, хочу спасибо сказать, подрядной организации, которая учла даже все пожелания жителей. У подъезда дома номер 25 по улице Строительной главу муниципалитета Алексея Спаского встречают местные жители. Несколько месяцев им приходилось терпеть шумное соседство, но они не в обиде. Мы начали подготовительные работы еще в феврале, во второй половине февраля. Ну так, если брать, где-то 5,5 месяцев. Бюджет ремонта составил 8 миллионов рублей. В рамках текущего ремонта все работы, которые могли быть выполнены, мы здесь сделали. Масштабная реконструкция проводилась в рамках губернаторской программы «Мой подъезд». Рабочим пришлось постараться, чтобы качество было на высоте. Здесь полностью переделана лестница. Также мы полностью перенесли помещение консьержки. Клитку мы клали на этажах, двери меняли, поэтому мы жители довольны. А довольны жители еще и потому, что ремонт производился в четком соответствии с их пожеланиями. Причем корректировки вносились в проект и во время работ. Все было решено со старшим по дому. То, что и совет дома есть, на каждых этажах у нас есть совет дома, который решали именно, в каком цвете будет все выглядеть. Я очень довольна ремонтом. Такого ремонта никогда за это время не было, сколько мы проживаем в этом доме. Этот ремонт – наглядная иллюстрация того, каких результатов можно добиться, если администрация округа, депутатский корпус, муниципальная управляющая компания и местные жители работают как одна команда. Когда люди стараются и вкладываются в это, все получается. Причем на всех уровнях. То есть это администрация, управляющая компания, депутат, жители. В первую очередь жители. Вот инициатива от них – это, наверное, самое главное, что сегодня должно быть. И мы это всячески приветствуем и только поддерживаем. В этом году по губернаторской программе планируется отремонтировать 32 подъезда. Реконструкция еще нескольких объектов будет профинансирована из фонда капитального ремонта. И, по мнению Алексея Спаскова, теперь строителям есть к чему стремиться. Тот подъезд, который сегодня увидели, это, будем говорить, эталонный. Честно говоря, сформулировали, что даже во многих новостройках, которые сейчас даются, такого качества не получается. Это, с одной стороны, хорошо, мы видели реакцию жителей. С другой стороны, это тот ориентир, к которому надо теперь стремиться при проведении остальных ремонтов. Максим Козлов, Кирилл Иванов, Гульнара Балаева. Видное ТВ. Для воспитанницы Видновской детской школы искусств Ирины Исаевой учебный год прошел под счастливой звездой. Юная вокалистка получила высшие награды сразу на нескольких конкурсах. С победительницей встретилась наша съемочная группа. Ирина Исаева, воспитанница детской школы искусств города Видное, постигает азы вокального мастерства по чутким руководствам педагога Натальи Малой. За пять лет обучения начинающая певица приняла участие в огромном количестве конкурсов и фестивалей. Она постоянно мониторит и следит за различными проектами, как телевизионными, так и просто интересными конкурсами. Везде старается всегда в первых рядах подавать заявки, отправлять свои данные для кастинга. 2023 год выдался особенно удачным. Приняв участие почти в 20 конкурсах, на каждом Ирина завоевала призовое место. Я за год почитала, было три гран-при, пять первых мест, два вторых и четыре третьих. Из них несколько было международных конкурсов, всероссийских, также областных. Мы в Химке в марте ездили. Совсем недавно юная видновчанка стала обладательницей гран-при онлайн-конкурса «Звезды великой страны». К такому формату педагог Ирины относится скептически, но подтверждает, это тоже неплохая возможность заявить о себе широкой публике. Опыт набирается с каждым годом, и с каждым годом она растет и уже все больше себя показывает в профессиональном плане. И вот мне кажется, сейчас самый такой период, когда у нее наступает расцвет в творчестве. И я буду очень рада, если у нее все получится, все мечты осуществляться. В составе вокального коллектива «Эврика» Ирина выступает на сцене родной школы искусств и на праздничных мероприятиях округа. Больше все-таки на конкурсах волнуюсь, потому что как-то и место хочется хорошее занять, и в принципе конкуренты на концертах на своих, вот отчетных, как-то все-таки домашней атмосферы и очень комфортно. Также в этом году Ирина осуществила свою мечту, побывала в детском лагере «Артек» и, главное, поучаствовала в местном вокальном состязании. Звезда «Артека» – это там такой самый главный, отбирается всего семь победителей, среди там полутора тысяч человек. Я была в финале, но, к сожалению, я не выиграла, мне не хватило там голосов. Но все равно это большой опыт, что за меня мой отряд проголосовал, выбрал меня. На достигнутом Ирина Исаева останавливаться не собирается. Впереди еще одна, пока не покоренная вершина – телевизионные вокальные проекты. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Гюльнара Балаева. Видное ТВ. 60 монохромных портретов, натюрмортов и пейзажей, филигранно выполненных карандашом и тушью, поражают своей детализацией. В историко-культурном центре – новая экспозиция. На торжественном открытии персональной выставки графики художницы Светланы Тенгаевой побывала наш корреспондент Екатерина Борисова. Ее картины поражают фотографической точностью, глубиной и объемом. И монохромность работ только подчеркивает изящество форм и линий. Творчество художницы, сценографа и преподавателя Светланы Тенгаевой знакомо видновским ценителям искусства с 2008 года. Проходила выставка совместная Светлана Валентиновна с еще одним художником, видновчанином Евгением Аксеновым. Там впервые она представляла свои работы. Затем она их представляла на сборных выставках, циклах «Мир глазами земляков». А вот сегодня такая масштабная персональная выставка. На выставке представлено 60 графических работ, разнообразные натюрморты, пейзажи и портреты, созданные художницей, карандашом и тушью за последние несколько лет. Графика – особый вид творчества, вид искусства, которым занимаются немногие. Есть танковая графика, немногие занимаются, потому что очень трудоемкая, кропотливая работа, долго очень работаешь над работой. Если тушь перо, то не терпит никаких изменений и исправлений. По образованию Светланы Тенгаевой сценограф работала главным художником над оформлением спектаклей в различных театрах от Калининграда до Иркутска. А затем во время декрета увлеклась графикой, вдохновившись монохромными пейзажами Ивана Шишкина, портретами и натюрмортами Рудольфа Хачатряна, сделанными тушью и пером. Своими работами она также пытается подтолкнуть посетителей выставок к творчеству. Мне это более радостно, если человек пришел, посмотрел, увидел. Ну, все просто. Карандаш, бумага. У меня тоже это дома есть. И не важно, понравились ему мои работы. Это не важно. Главное, что он тоже захочет что-то сделать, чтобы он захотел что-то сделать. Вдохновление Светлана черпает из самой жизни. Резные ворота в переулке, каменная мостовая, случайные прохожие, весенний паводок в лесу, вид из окна, пейзажи родной Софиевки. Настоящий художник способен разглядеть красоту буквально во всем, что его окружает. Там есть работа «Тюрбан ван Эйка» называется. Я в метро увидела, стоит такая молодая женщина, у меня такая шея. И она так повернула головку. И я вот прям вот так вот сделала, понимаете. То есть я на нее смотрю как на объект, на женщину смотрю как на объект для вот чего-то. И мне так захотелось ее нарисовать. Я пришла домой, нарисовала. Виновчанка Татьяна Ескина старается не пропускать выставки в историко-культурном центре. Но вот с работами Светланы Тенгаевой познакомилась впервые. Талантище, одно слово. Это ж такой труд. Это ж такое старание, усердие. Просто невозможно так. Мне кажется, невозможно это повторить. Это может только мастер. Насладиться графическими работами художницы можно до 20 августа. Спешите видеть. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Гульнара Балаева. Видное ТВ. Юные, но очень быстрые и невероятно азартные гонщики в Видном прошли соревнования по беговеллу. Самому младшему участнику нет и двух лет. С традиционных на старт внимания марш открылись самые, пожалуй, милые соревнования на беговеллах. За рулем этих новомодных приспособлений юные, смелые и шустрые гонщики и гонщицы. Всего более 130 участников из разных городов страны. Самому младшему нет и двух лет. Верхняя граница беговельца – шесть. Я хочу еще не победить. Глеб Боев приехал, видно, из Коломны только за победой. Мальчику всего четыре года и два из них он активно тренируется. За плечами уже немало покоренных треков. Отец юной звезды автоспорта с радостью говорит, что на беговеле сын поехал почти сразу, как начал ходить. И теперь не остановить. Сейчас много возможностей. При этом ребенок маленький, да, там, когда он покупает шлем, защиту, он очень довольный, радуется. И, в принципе, сейчас еще и начали тренироваться на велосипедах, на баймиксах. Поэтому, в целом, как план, довольно-таки больший. Посмотрим, что будет дальше. Главные болельщики – мамы и папы – азартно и эмоционально поддерживали своих детей. И многие из них рассказали, что беговел – это настоящее спасение. Теперь большие расстояния не страшны, а довольный ребенок едет с удовольствием и без лишних капризов. Благодаря беспедальному транспорту уже сегодня, будучи спортсмены, развивают выносливость, координацию, подвижность. Во-первых, у него ноги прям сильные становятся, он выносливый становится. На велосипед сел он с двух лет, уже ездит. А еще отлично тренируются лидерские качества. Организатор соревнований, руководитель школы «Беговел» Видное Павел Войтов считает, что будущих покорителей дорог видно сразу. И это один из немногих видов спорта, где можно начинать с такого раннего возраста. Они уже понимают, они слышат. Если у человека, ну, он хочет заниматься, ему нравится, он всегда будет слышать ушами то, что ему говорит тренер. То есть, ну, и из-за этого будет он добиваться призов, призовых местов и станет чемпионом в итоге. Завершили заезды вручением кубков и медалей самым быстрым и ловким. Екатерина Коваленко, Кирилл Иванов, Гульнара Балаева, Видное ТВ. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Коваленко. До новых встреч.